Сельскохозяйственный прогресс. Об этом говорили за круглым столом ученые, общественники и руководители фермерских хозяйств. Развитию этой отрасли способствует не только поддержка со стороны государства, но и инициатива юных фермеров. Плоды их работы увидел Алексей Лощинин. Это мини-хозяйство мы ведем в течение круглого года, потому что постепенно, потом то, что мы здесь выращиваем рассаду, мы пересаживаем ее на пришкольный участок, и там выращиваются у нас такие же томаты. Кусочек своего сельского хозяйства у деревенской школы появился несколько лет назад, когда за окном минус 20, здесь тепло и пахнет цветами. Хотя ученики больше начинающие фермеры, чем флористы. Собранный урожай помидоров, огурцов и зелени идет на школьный стол. Хранительница теплицы, учитель русского языка и литературы, в душе сама фермер. Говорит, многие ее выпускники образовали свои хозяйства. Поддержку, так же, как и учителям, оказывает государство. То, что касается образования, и тот проект модернизации образования, он коснулся нашей школы. Та программа, которая Владимир Владимирович Путином обозначена, она мне нравится. В День российской науки ученые, общественные деятели, руководители крупных фермерских хозяйств собрались за круглым столом обсудить программные статьи Владимира Путина. Очень хочется, что материалы сегодняшнего свидания Городного стола лягут в основу деятельности в поддержку программных предложений Владимира Владимировича Путина. Историки и сельчане говорили о том, что сегодня существование России без развития села невозможно. Именно поэтому несколько лет назад был запущен национальный проект развития агропромышленного комплекса. Надо отметить, что даже для села и самое главное развитие в экономике нужна стабильность. Так вот, Владимир Владимирович первым делом обеспечил мир в нашей стране для общего развития. Начались новые вливания в экономику АПК. И эти вливания сейчас, они превращены, по сути дела, в два раза. В своей статье о экономике Владимир Путин пишет, что аграрный сектор демонстрирует за последние годы хорошие темпы роста. Наряду с этим в прошлом году на поддержку сельхозтоваропроизводителей было выделено 163 миллиарда рублей. Мне приходилось встречаться летом 2011 года с Владимиром Владимировичем Путиным в городе Ростове. И вот меня запали в душу слова, те, которые звучали очень много-много лет в адрес сельского хозяйства. Что черной дыры у нас больше нет. Так он обозначил сельское хозяйство. Конечно, трудностей, проблем очень много хватает. Но поддержку мы, конечно, ощущаем. В этом году поддержка аграрного сектора только усилится. Из госбюджета на эти цели выделят свыше 170 миллиардов рублей. А в деревенской теплице через некоторое время планируют сделать ремонт. Здесь уже многие выпускники хотят поступить в аграрные высшие учебные заведения. Алексей Лощинин, Олег Захаровский, Павел Криклевец, Вести, Саратов.